Здравствуйте! В эфире программа «Вечные ценности». Благодаря переводам на многие иностранные языки, творчество выдающегося Абая Кунамбаева стало доступным для самого широкого круга читателей. В минувшем году, в рамках юбилейного года казахстанского поэта и мыслителя, книга «Слова назидания» вышла и на голландском языке. Сегодня в нашей студии один из авторов этого перевода, востоковед, историк литературы, кандидат филологических наук Зифа Алуа Ауэзова. Здравствуйте! Спасибо, Зифа Маратна, что откликнулись на наше приглашение и сегодня с нами в этой студии. Было бы, наверное, не только мне узнать, что было самым трудным, ну а трудное оно всегда самое интересное, в работе вот над этим переводом и над созданием этого труда на голландском языке. Наверное, самым сложным вообще является осознание того, каким образом концепция слов назиданий, которые были созданы в определенную историческую эпоху, которые, да, и реалии этой эпохи, они сильно отличались от того, что происходило в Европе, в частности, в Голландии, если мы говорим о переводе на голландский язык. То есть, пожалуй, самым сложным является актуализировать язык перевода таким образом, чтобы и эпоха с ее реалиями, с наиболее важными концепциями была узнаваема, и, с другой стороны, чтобы оригинал тоже сильно не страдал при этом. В качестве примера можно даже взять само название этого произведения. На русском языке это произведение известно больше всего как «Книга назиданий», хотя известны также и переводы как «Книга смыслов» или «Книга слов». И на нидерландском языке, в то время как оригинал на казахском языке, «Харасюздер», «Харасюздер» тоже как это интерпретировать. Буквально это черные слова, но черные – это вовсе не черные, это не мрачные слова, это проза, да, то есть в отличие от поэзии, которая является более торжественным, более высоким жанром литературы, формы выражения в литературе, проза считается более обыденной, то есть это как бы слова обыденные или слова повседневные, слова насущные. То есть мне ближе всего было бы на русском языке перевод насущные слова или насущные наставления, что-то вот в этом роде. И вот с самого начала мы стали думать с коллегами букван Оверденгенен, это буквально книга размышлений, да, или как бы книга размышлений, медитации, рефлексии, то есть вот что-то такое передать философское. Да, то есть вот это, пожалуй, довольно сложно. И дальше тоже каждый, каждая эссе, составляющая вот это, вот этот сборник размышлений, там тоже были разные сложности, допустим, даже названия различных народов или этнических групп, как их сегодня называют, то есть там написано вот Нугай, так-то и так. То есть казахов Абай сравнивает с ближними соседями, то есть с другими соседними этническими группами, сарты, Нугай, слово Нугай. Как нам перевести Нугай? А это Нугайцы сегодняшние, либо просто переводить татары, потому что татар называли казахи Нугай. То есть вот такого рода сомнения, препятствия, сложности, они возникают довольно часто. И это не академический перевод, где можно везде сноску, сноску, сноску. То есть нужно принимать какие-то решения, ну, и быть готовым к тому, чтобы нести ответственность за эти решения. Ну, вот интересно, поскольку вы совершенно владеете своим родным языком казахский, вот вы все-таки перевод делали с русской версии или с оригинала, с казахского языка? Ну, прежде всего, нужно сказать, что это перевод, второй перевод на нидерландский язык. Первый перевод уже был осуществлен несколько лет назад, и как раз вот меня немножко не устраивало. Он был хороший перевод, то есть в основном большая часть того перевода, она сохранилась в этом издании, но в некоторых словах Абая я увидела, что пострадал смысл казахского оригинала, и это я, конечно, связывалась с тем, что тот перевод был сделан на основе перевода уже на русском языке, а не на основе оригинала. Да, и вот этот вот перевод мы держали перед собой в первую очередь казахский оригинал, и более того, я еще держала перед собой оригинал, написанный арабским шрифтом, то есть вот какие-то фонемы. Я думала, так ли я интерпретирую это слово, или так ли оно, верно ли оно интерпретировано в казахском издании, которое было кириллицей, сделано, то есть это уже более позднее издание. То есть там тоже стоял вопрос интерпретации, как эти слова правильно в кириллице передать, да, и русские переводы тоже, потому что некоторые русские переводы, они очень-очень удачные были, то есть вот там хотелось тоже, конечно, сохранить красоту вот этих переводов. А вот тираж какой был этой книги, и вот насколько она доступна, и насколько вот был интерес к ней после ее презентации? Мне следует сказать, прежде всего, что эта книга была создана по инициативе и при поддержке посольства Казахстана в Нидерландах, то есть это не такая книга, которая через издательство, где литературные переводы или литературные сочинения издаются, то есть это был особый проект, и она, в принципе, раздавалась бесплатно друзьям Казахстана, друзьям-партнерам посольства, нидерландским компаниям, которые ведут бизнес или какие-то проекты в Казахстане. А насколько это большой труд, успешный труд, и на самом деле вот так ропотливая работа, которую вы провели, она все-таки была оценена достаточно сильно, поскольку вот вы уже сказали, что это было при поддержке посольства, и затем вы получили благодарственное письмо от президента страны за издание этого труда и еще не только из-за этого книги. Да, в прошлом году, да, это было, конечно, было очень приятно получить благодарственное письмо от президента Казахстана, также была благодарность от министра культуры Казахстана и мне, и моему супругу, который является тоже филологом, но он нидерландец, то есть мы с ним вдвоем могли вот как-то смотреть глубоко и нидерландскую сторону, и казахскую сторону, ну и русские переводы, конечно, тоже. Да, и кроме этого, то есть благодарственное письмо, оно не говорило именно об этой книге, но вообще о вкладе в празднование юбилея Абая в прошлом году, и моим вторым, тоже не менее интересным, по-моему, значимым проектом, было участие в переводе песен Абая, то есть был такой красивый проект, и поскольку я, как любитель, занимаюсь музыкой, мне было очень приятно переводить именно песни Абая на английский язык, но я делала подстрочник, и потом уже конечную форму поэтическую ей придавал native speaker, то есть англоязычный профессор филологии в Кембридже. Но это был фантастически приятный проект, и было очень приятно, конечно, переводить. И я сама впервые, вот аж 15 песен Абая, я не знала, что там так много куплетов. Для меня это было открытием, то есть мне было очень приятно и интересно прочитать вообще впервые так глубоко полный текст этих песен, поудивляться, о-о-о. А вы сами потом пробовали исполнять эти песни Абая на английском языке? Знаете, только совсем немножко, то есть да, вот уже так проверить на ритм. Но там не всегда, не всегда этот ритм совпадал, и подход моих коллег из Великобритании был такой, что не обязательно всегда вот прям точно ритм сохранять, сохранять, что важнее передать смыслы. Я пробовала, естественно, мне это было очень интересно. Я попробовала. Ну вот мне кажется, надо немножко остановиться на том, чтобы наши зрители поняли, почему голландский язык, нирландский язык стал для вас родным. Ну почти родным. Ну почти родным, но более 20 лет. Вы говорите на этом языке, вы живете в Голландии, и мало того, что вы преподаете голландский язык, и английский язык, который тоже для вас не чужой язык. Вот как все это произошло? Наверное, все началось с обучения на факультете востоковедения, хотя ни голландский, ни английский не являются восточными языками, но по решению, наверное, или по определению, по совету моей семьи, я в профессиональной сфере пошла по стезе Ауэзовых, то есть отец мой, Мурат Мухтарович Ауэзов, востоковед, синолог, то есть он изучал китайскую литературу профессиональную, потом он стал филологом, то есть китайскую филологию, и мой дед Мухтар Умарханович Ауэзов по образованию, он был востоковедом-тюркологом, и он обучался в Санкт-Петербургском университете, и я тоже обучалась в этом же университете, на факультете востоковедения, как арабист уже. И для того, чтобы стать арабистом, нужно было очень глубоко, хорошо изучать английский язык, и хотя бы немного французский, немецкий для того, чтобы уметь работать с источниками по востоковедению. А голландский? Голландский язык. Вы, конечно, обмолвились уже, и можно понять, но тем не менее, хочется от вас услышать. Но голландский язык связан уже с моей личной жизнью. В Ленинграде мы познакомились с моим коллегой тоже недавно, нет, он еще тогда не защитился, он тоже был аспирантом-арабистом, Робертом Эрмерсом, и произошло это на конференции в Институте востоковедения в Ленинграде. И Роберт Эрмерс оказался через год моим супругом, то есть мы поженились, мы познакомились, нам было очень интересно друг с другом говорить об арабистике, о Центральной Азии. И самое интересное, его очень интересовал Абай, потому что он тогда хотел выучить казахский язык. Роберт к тому времени хорошо владел арабским и турецким языками, ему хотелось еще изучить один из языков Центральной Азии, и вот казахский показался ему очень интересным, особенно после знакомства нашего. Сначала приехал Роберт в Казахстан после защиты диссертации, и здесь он хорошо освоил казахский язык, и здесь он был известен как Киоу Бала Мурата Ауэзова, ему было бы стыдно не изучать казахский язык. Ну и потом настала моя очередь стать Келлен Нидерландской. Когда мы поехали в Нидерланды, конечно, мне очень хотелось довести знания нидерландского языка, но до более или менее приличного состояния, но это очень сложно. А дома вы на каком языке говорите? Дома мы говорим минимум на трёх языках. То есть мы говорим на казахском на обыденные темы, мы переходим на русский, когда мы говорим про политику или про экономику здесь, или в Казахстане, или в России, потому что, само собой, когда переходишь на эти термины, и на нидерландском языке, просто когда дети дома, мы живём сейчас втроём, наш младший сын ещё с нами живёт, студент. Когда мы втроём сидим, то мы говорим обычно на нидерландском языке. А детям вообще комфортно, когда папа знает 10 языков, мама, ты понимаешь, 5 языков, да? Или больше. Или больше. Ну, в общем так, давайте так, родители знают 10 языков, вот каково жить детям в этой среде. Ну, если детям не говорить, что мы говорим на разных языках, по-моему, это же и не воспринимается. То есть для них это как-то... Ну, они растут в этой среде, да. И они говорят на этих... То есть они говорят те же слова, которые... Ну, используют те же слова, те же выражения, которые используют их родители. Ну, мы большой проблемой в этом не видели. По-моему, сейчас тоже, я сейчас вижу очень-очень много студентов. В Казахстане они тоже очень хорошо владеют иностранными языками. Английский, по-моему, тоже уже стал таким... Ну, здесь мне просто... Ну, правда, не себя хочу сказать, дети всегда лучше нас. Ну, да. Это на самом деле. На самом деле, да. Давайте вернемся к вашей работе. Одна из самых значимых – это перевод на русский язык свода тюркских наречий. Махмуда Аль-Кашгари. Вот скажите, пожалуйста, вот сегодня в чем самая главная ценность и в чем вообще... Вот почему мы должны помнить, знать и ценить этот труд шестого века? Десятого, а? Десятого. Десятого века? Извиняюсь, да. Десятого века. Это книга... Ну, то есть, прежде всего, наверное, потому, что это, наверное, одна... Это самая древняя книга на арабском языке, которая объединила в себе сведения о многих, о нескольких тюркских наречиях, да? То есть, это не был просто какой-то моноязычный, тюркоязычный памятник, но это был труд, в котором описывались как живаго русского языка, а здесь лексемы живаго тюркского, именно живого языка. То есть, там представлены примеры. Вот, допустим, такое-то слово. У гузов оно произносится так, у кутчаков оно произносится так. И в таком-то контексте... То есть, это был не просто словарь, а это вот еще был словарь, обогащенный примерами, большим количеством пословиц, анекдотов того времени. То есть, это именно был такой очень живой словарь, который отражал вот жизнь своей эпохи. И одновременно он показывал, что на тюркском, большом тюркском языке, или на наречиях этого туркского языка большого говорило огромное количество этнических групп, которые на больших пространствах друг от друга проживали. Но, тем не менее, вот язык, он был такой узнаваемый, скажем, от почти что от Дальнего Востока до Константинополя, до Византии. То есть, вот это, наверное, очень интересно, что на самом деле... Потому что, когда мы обучались в средней школе или в ВУЗе как филологи в советское время и, в принципе, вот эта вот разбивка на национальности, она давала такое представление, что это совершенно независимые от друга языки, допустим, узбекский, татарский, уйгурский, казахский. А на самом деле, то есть, если посмотреть вот на этот труд, это как бы один большой организм и от него, и в нём существуют просто разные локальные наречия, варианты, которых вот приводятся в этом труде. И это ещё было тогда, в XI веке. И по этому труду понятно, что они существовали уже много веков. Да, если много веков, да, там, X-XI век, и уже создаётся этот словарь, уже не просто так создаётся, он создаётся для чего-то, то есть он создаётся для работы. И понимание, насколько это всё значимо, да, вот в какой-то геополитической вообще самой реалии. Да, ещё конкретно, наверное, очень важно было то, что в это время, в XI веке, то есть в X, в начале XI века, тюркские племена, то есть несколько тюркских племён, они обрели политическую власть, внутри аббасидского халифата, то есть вот такой вот какой-то триумфальный характер предисловия говорит об этом, что вот теперь уже наступила пора всему мусульманскому миру познакомиться вот с тюркским языком, с языком храбрых воинов, которые защищают халифат, которые защищают вообще все силы добра, которые отважны и всегда придут на помощь близким людям и так далее. То есть это на самом деле там стоял тоже такой смысл политически триумфальный, скажем так, что да, арабский язык популярен, очень хорошо играет роль, связующую между разными этническими группами в аббасидском халифате, также велика роль фарси, потому что много иранских племен и много территорий с иранским, с персоговорящим населением входило в состав мусульманского халифата в то время. Ну и теперь уже пришел черед всем познакомиться с новой реальностью или как бы с новой культурной силой, с прекрасным языком. Вот вам язык тюркских племен, пожалуйста. А вот хорошо. И он написан на арабском языке, это слова, то есть арабско-тюркский лексикон. Хорошо. Ну вот вы так красиво это все обосновали, да, и очень убедительно, то, что касается тех времен. А вот сегодня, почему важен этот перевод, вот тоже, чтобы понимать вот это единение всех языков, которые, как вы сказали, мы считали сами по себе, да, и совершенно разрозненные. Вот сегодня, вот какое бы вы предисловие, да, такой вот призыв сказали, почему нам надо просто прочитать? Ну, сегодня нужно просто тогда посмотреть на статистику обращения к этому тексту, то есть у нас, я иногда просто смотрю, я выложила в интернет вот отдельные части этого словаря, я просто смотрю, кто туда заглядывает, то есть это иногда антропологи, иногда географы, то есть я смотрю, чем он на самом деле интересен, и почему он востребован, я просто вижу некоторые, то есть, допустим, если географы смотрят, они хотят посмотреть, вот в XI веке существовало ли такое-то название, географитопоним, географическое название, то есть насколько оно старое, или как назывался тот или иной город, или местность в XI веке, такие сведения нужно найти. Кто-то там ищет пословицы, то есть вот пословицы, которые, допустим, узнаваемые или известны и в казахском, и в турецком, и в узбекском, существовали они тогда или нет? Ага, часто бывает, что существовали, и как они звучали в это время, то есть за пословицами, исторические фигуры, то есть там много говорится об Александре Македонском, да, и чем отличаются вот эти сюжеты, которые вошли в тюркскую версию, а тех, которые известны, допустим, по Шахнаме или, да, по другим источникам. То есть литературовические, историографические, географические сведения, то есть вот это вот всё там можно найти, и также это нескучное повествование, это нескучный словарь, то есть там приводится... То есть там, например, сразу такая ассоциация большой энциклопедический словарь для тех, кто хочет познавать этот мир. Да, на самом деле, да. И там много шуток, иногда не совсем пристойных, но тоже интересно, что... Это тоже жизнь? Да, это тоже жизнь, что в XI веке это было дозволительно вообще. Для меня это было неожиданно. Вот мы поговорили о том, на каком языке вы разговариваете, на каких языках вы разговариваете дома, на каких языках вы работаете. А вот книги всё-таки, на каком языке вы больше всего любите читать? Да, конечно, на русском языке, потому что на русском языке очень много хорошей литературы, и она продолжает создаваться. И я перечитываю классику, и иногда детективы, признаюсь. Да, но на нидерландском языке я читаю новую литературу. То есть если на русском языке я читаю, ну, как-то, не знаю, наверное, больше литературы, такой вот, которая мне уже знакома, чтобы отдохнуть и вспомнить что-то, классику перечитать. На нидерландском языке я читаю новинки, и они появляются просто очень быстро и постоянно. То есть на нидерландском я читаю много, тоже для отдыха и тоже для нашего литературного клуба. То есть у нас несколько подруг, которые все делают музыку, и мы читаем, допустим, почти обязательно или через раз биографии или вот семейные хроники музыкантов. То есть вот как музыкальная семья, как семья музыкантов. Вы хотите читать в этом клубе? Вообще, как вот состоит его работа? Или вы устраиваете такие вот чтения, да, совместные с каким-то анализом, с разбором? Да, то есть выходит какая-то новая книга, и мы списываемся, давайте вот эту книгу в хорошие рецензии, интересные рецензии вышли в НРС или там в каких-то фокс-крант, в каких-то хороших, уважаемых изданиях. Выбираем книгу и договариваемся, допустим, через полтора месяца встречаемся или у меня, или у кого-нибудь дома, либо если там какие-то реалии определенного города, мы едем туда, сначала идем смотрим, на здание, где жили герои. Это тоже всегда интересно. Совершаем там прогулку, конечно, мы анализируем. И мы обычно обсуждаем, то есть все покупают одну и ту же книгу, обсуждаем, где-нибудь сидим, обсуждаем, или у кого-нибудь дома, или в кафе. И вот обычно у нас спешие прогулки, мы стараемся поехать вот именно на место. А вот молодежь, молодежь в это можно втянуть? Заставить ее читать или научить ее читать правильнее вот эти большие интересные книги? В Нидерландах, конечно, тоже, тоже школы и гуманитарии в панике. Они говорят, наша молодежь стала просто крайне-крайне мало читать, и как научить, как заставить детей читать. Но в Нидерландах, допустим, вот в октябре проходила неделя детской книги, вот киндербуквейк, и тогда просто все книжные магазины, они такие завлекательные, хорошие выставки, то есть везде объявлялось, что это неделя детской книги. И всем детям положено в эти недели дарить, покупать хорошие книжки, интересные. Во всех библиотеках устраиваются презентации детских книг, детских книг обсуждений и так далее. То есть это происходит постоянно. В библиотеке детей водят тоже все школы, то есть там есть определенный день, по-моему, или каждую неделю, не каждую, раз в две или в три недели. Весь класс идет вместе с учительницей в ближайшую библиотеку, там меняют книги, обсуждают их тоже. То есть на уровне начальной школы пока это поддерживается хорошо, но все равно бьют в колокол, что вот не давайте детям отвыкнуть от книг, потому что это очень ценно. Если в моем конкретном примере, то есть мне кажется, что вот сейчас уже, к 50-ти плюс возрасту, я на самом деле становлюсь ценителем литературы вот в том смысле, что я могу наслаждаться ею, и я могу сравнивать, то есть я никогда не говорю о том, что конкретно какая-то или русская, или казахская литература, или английская, или голландская литература, что это намного выше, интереснее, потому что везде, отовсюду, из разных уголков мира, из индийской литературы, из африканской литературы могут приходить совершенно нежданные шедевры, жемчужины. И вот сейчас, когда вы научились уже наслаждаться, анализировать, это все-таки влияние ваших родителей, это воспитание, или это вот эти гены, которые в вашем роду уходят к... Альфа-Раби, да? Нет, подождите. Вашим... Да. Ну, и к Мухтару Айзову. Ну, Мухтару Айзову точно, если мы берем там до 13-го колена. То есть вот это все-таки гены воспитания, влияние родителей, или это вот собственное понимание того, что я хочу познать в этой жизни? И как вот научить детей? Да, ну, вы знаете, для меня на первом месте воспитание. Воспитание, ну, воспитание не с точки зрения морализирования, или вот делать домашние задания, учил уроки. Это просто то, что родители своим примером, наверное, показывают. Ну, для меня примером была мама всегда, да, потому что мы с мамой вот так вот каникулы, мы с ней лежали по разные стороны широкой кровати с книгами в руках. И это было самое прекрасное времяпрепровождение для ее отпуска и моих каникул поплавов, там, допустим, куда мы ездили, да, то есть с утра там может быть прогулка, рыбалка, плавание или что угодно, но кайф после этого залечь с хорошей книжкой. И вот, да, и когда дети это видят, что это на самом деле, это, ну, самая большая душина, наверное, это было всегда важно. И тогда, ну, и, конечно, не что попало читать, то есть мама моя, она очень хорошо, ответственно относилась к тому, какие именно книги мне подсовывать, да. И, ну, просто я видела, что это, что мама, ее подруги, окружение, они получают кайф от этого, да, то есть что это комильфоу, да. И мне кажется, что наши дети просто это тоже видят, что у нас в доме, мы с мужем шутим, у нас больше всего, то есть из всех вещей, вот, допустим, ложка, вилка, стол, стул, словарь, у нас больше всего словарей в доме. Все-таки это воспитание, да, и которое... Ну, это не насильственное воспитание, то есть это своим примером, наверное, как-то, да. Это просто та, это жизнь семьи. Наверное, да, да. Ну, генетические и прочие вещи, я не специалист по генетике, да, и просто там были в глубине истории какие-то мощные гены, я совершенно чувствую, что я очень-очень скромный представитель, скажем, вот этой линии по сравнению... Вы достойна продолжатель, и это, наверное, самая большая ценность того, что все это продолжается, что, как говорили в советское время, вы сеете доброе, вечное... Разумное, разумное. Разумное, да, разумное. Вот, и все это имеет такие замечательные всходы, ростки, и уже, как бы, другие поколения идут по вашей стопам. Спасибо вам огромное, дорогие друзья. Напоминаю, что с нами сегодня была востоковед, историк литературы, кандидат в филологических наук Зифалуа Ауэзова. Это программа «Вечные ценности». Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok